Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, к вам от вывода дошла! Нам пишут много людей из страны и просят о помощи. Конечно, мы стараемся всем помочь, но для того, чтобы ваши и наши права соблюдались, мы должны требовать, а главное, не бояться отстаивать свои права. Сердар, в стране все прекрасно знают, что ни тебе, ни твоему проклятому отцу наш народ не нужен, и ихняя жизнь тоже не нужна, уж тем более их права. Туркменистанцы, эти два тирана и два изверга, первый из них двоих – это отец, который унизил и угробил нашу страну и наш народ, а впоследствии притащил и поставил своего недоделка сына. Харангар даже не способен скрыть внешние поведенческие признаки своего недоделка, но он показал всему миру, что мы, туркменистанцы, ничего не можем, и что все должно продолжаться так, как сказали и как делают эти два тупых колхозника. Сердар, твой отец всегда был трусом, как и ты. Вы проскользнули и сумели захватить власть, но так не будет. Народ все равно встанет и будет требовать свои права. Народ презирает вас. Запомните это. В каждой молитве они просят Всевышнего наказать вас за все те ужасы и страдания, которые вы принесли нашему народу. Сердар, твоя мать с твоими дочерьми ходит по музеям, показывает, какие вы особенные, а все те женщины, которые вынуждены ходить вместе с твоей матерью, стоят и завидуют вашему счастью. У них нет возможности купить своим детям такие украшения, как на руках твоих дочерей. Ты своих детей и свою мать в женскую колонию отвези и там проведи экскурсии. Покажи, как там одеты женщины. Покажи своим дочерям и своей матери их бедных и несчастных детей. Что, не хочешь показать своим детям те жуткие места, в которых вы держите и убиваете наш народ? А что те дети, которые стоят и ждут под солнцем свидания со своими отцами, братьями, а может и ждут свидания со своими матерьми, хуже твоих детей? У тех детей нет не только таких золотых украшений, у них просто нет в доме нормальной полноценной еды. Туркменские дети забыли, что такое мясо. Сердак, твоя мать не знает этого. Она ходит с твоими дочерьми, показывает всему народу, какие они у тебя. Она не хочет увидеть, как бедные туркменские дети собирают в мусорных баках остатки еды, как они вместе со своими матерьми собирают баклажки. Не хочет она на это посмотреть? А? Она сама вместе с твоими девчонками не хочет увидеть малоимущих онкобольных туркменских детей, у родителей которых нет денег на их лечение? Про это твоя мать тоже не знает? Вроде бы твоя мать мусульманка. На хадж ездила в священную метку, но народ никогда не пожелает ей, чтобы Аллах принял ее паломничество. Никто не пожелает ей этого от чистого сердца и не скажет Кауболсуна. Как только стало ясно, что Харамдак намерен отдать теплое место президента тебе, ты сразу на публику вывел свою мать. Ты и ей скажи, и жене своей, и всем женщинам вашего поганого Тухума, что туркменские женщины не простят вам голод и нищету своих детей. При вашей такой жизни, когда вы все беситесь от жира, вы подлые лицемеры, и в Аллаха вы не верите. Разве праведные мусульмане вели бы себя так нагло и бессовестно? Вы всем показываете, какие вы якобы богоизбранные. А весь народ – это грязь у ваших ног. Ниже вас. Да? Твои же якобы лучше, особеннее, чем все дети нашего Туркменистана. Люди, народ Туркменистана, пока вы умираете, пока вы мучаетесь и недоедаете, этот подонок Сердар со своим подлым отцом и своим семейством показывает всем вам, какие они особенные, как весь народ должен им преклоняться и обожествлять. Ты, Сердар, со всем своим семейством обучаешь своих детей в лучших школах, даешь им на народные деньги лучшее образование. А почему ты так не заботишься обо всех детях страны? Ведь все, что вы имеете, это все народное. Все, чем вы пользуетесь, принадлежит всем туркменистанцам. Эти два ушлепка, так называемых президента, свою работу исполнять не хотят. Они из всех вас сделали рабов и хотят еще, чтобы все молили Аллаху дать им здоровье. Семейка диктаторов, вы правда думаете, что люди будут просить Всевышнего об этом? Люди, народ Туркменистана, до тех пор, пока мы будем это все терпеть и не научимся отстаивать свои права, эти проклятые народом диктаторы будут забирать все, что у нас есть. Ведь им мало того, что они вас держат в нищете, они вам не дают главного права, право на жизнь. Но люди, несмотря на все ваши репрессии и террор против народа, все равно меняются. Сердак! Народ будет бороться за свои жизни, свободу и права. Народ имеет право. Халтыр-хатывар! Субтитры создавал DimaTorzok